пацаны привет всем вот как она все получается но голова работает заточили шнек саня шлифанул изначально гильзу вы видели гильза на конусу конус небольшой можно и без гильзы на самом деле можно там есть варианты но я решил с гильзой чтобы уже и ветку там мелкая все чтоб она дорогого точно вот так вот она все промена получается будет до грубо говоря залет в чем мой как залет не залет всего что нельзя узнать и и рассчитать если бы не было гильзы то вопросов не было упорный нож тут ну не хочу я делать без гильзы не смогу разобрать и вынять сюда вынимать шнек не вы ему мешает гильза то есть либо раму всю варить разборную полностью чтоб она вся была на болтах вот эта вся тут беда то есть мне проще приварить раму к нашему этому основанию да и все вот эту всю часть там бункер мункер она будет и жестче и размер не будет уходить у меня здесь высчитал более-менее очный размер чтобы был минимальный зазор да тут будет ошибник я уже отжег корпус сделал сейчас покажу заготовку при этом мой это решение как бы не сильно быстрая но сейчас вырезаем шайбу эту вырезаем сюда варим толстенький лист по диаметру нашего шнека там там 165 образно говоря а эту шайбу не упорную крепим на болты то есть при разборке чтоб открутил его здесь а и шнек вынял через эту гильзу то есть другого варианта нет либо делать всю раму разборную чтоб вся рама именно шнековая часть основания и шла на болтах сильно много работы смысла не вижу и по теории по моей сюда лазить не нужно будет никогда такая у меня есть задумка снег если выстрится это будет очень хорошо значит он много сделал веток я думаю вытереть шнек в этой ситуации как бы будет не так просто сейчас опять разбираю все зажимаю в станок вырезаю шайбу точу толстую шайбу вариваю протачиваю сверлю отверстия ну короче все это ты все видео идет как она идет всего нельзя говорится учитывать но все равно будет работать всем отказываю как и что чтобы не делали моих ошибок ну это не ошибка это рабочий процесс да вот не сюда что все бывает первого раза вроде раз раз а горят нет нельзя так вот это и у нас но результат за нами и победа а ты боялась да как до песни еще у нас и и не помялась берем и делаем все разбираем сейчас выпиваем чайок и начинаем работать так ребята режем вот такой резец пропитывает сергей трачми научил как нужно варить из я уже много раз показывал все равно все не смотрят если хоть одному человеку будет полезно вот такая фреза напитывая я его режу на гриндере вообще обрабатывать супер затачивать спасибо очень обалденная вещь вот это по поводу нюансов да по поводу вот этого размера здесь подшипник одевается легко так клац по этой взящей а здесь а плюс пять соток 45 соток я его ели отсюда выдрал изначально я об этом забыл и мы вчера мучились а саней его ну одевать вала он не лезет я взял померил там по 4 до 5 соток а нужно сделать там минус сотку хотя бы болгаркой тупо взял сошлифовал у меня этого шлифовального нету а рисом ну я на своем не сделаю идеально ровно плюсов повело чуть-чуть то есть болгаркой шлифанули чтобы он знаете как одевался и и вынимался все вот по поводу этих всех нюансов да как то вот так есть анекдот про нюанс ну как-нибудь расскажу все сейчас вырезаем эту шайбу делаем осадку базовый размер и и и все идем потом дальше уже усталим корпус залет это называется залет солдат ну и чем мы его исправим вырежем сейчас зарежем торцанем все должно быть красиво ручки уже не знаю надо бросать все и и выгребать уже полно с этими обточками на тирами ну ничего сейчас окончим займемся уборочкой сразу сделал шайбу на 150 диаметры чтобы одеть ее машинайку туда а на нее уже тогда одевать основную она будет на болтах на 14 мановских на таких болтах крепится чтобы ее не оторвало другого варианта у нас нет работа идет мы чайок попиваем не отходя от глаз и не минуты покоя не ночью и днем по коням по коням поставил в делительную головку че до пол делительный на 60 градусов выставляем я вообще люблю 40 ну 60 тоже если замерз сильно можно и на 60 поставить обалденная вещь надо еще себе этот купить горизонтальную чтоб может там шлиц нарезать когда-нибудь потихоньку не спеша много работы из-за чего потому что первый раз все это делаешь но всех нюансов невозможно многие этого наверно и не снимут то есть показывает как все хорошо я никого не сужу я самаю вот так показываю то есть я не гений ошибок только что поверьте мне рисов на ломаных сверел сверлим сейчас нужно зажать вот эту шайбу диаметр листа 10 а у меня нету обратных кулачков на 315 патрон польский ну нет они у меня одни и все сегодня кулачки проблема польскими 315 а 250 и у меня есть шах резьбы совпадает на кулачке не совпадает короче у тут зазор но и хрен с ним то есть если там ничего грубого не обдирать шатается ну не все равно у меня размер есть там запас то есть базовый размер образно говоря есть нет сейчас нужно отверстие поравнять об этом уже я возьму своими на разжимы все и можно обрабатывать деталь то есть бегал бегал вот иногда их использую да ну и шо ну и шо ты выражал и все сделал дырку а потом уже все что угодно с одной этой установки все работает короче пацаны пользуйтесь а вот есть польский этот патрон анима обратных подходит все нормально до зазор там но а он она работает видите а ты все четко получается получается кулачок выше вернет толще это кулачок толще от обычного все равно все работает сейчас покажу то есть плоскость есть это шайба не обработана видите мне нужно плоскость сейчас мы дырку лупанем здесь и все работает хайлайк или как там сейчас надо здесь какой-то зарядить расточной и все здесь нету нету все сейчас он какой-то он приваренный беру приваривались и тупо мелкие всякие имеет но это помог к 8 на эти вещи пойдет тупо класс провалил и все и берем почем как-то так пельди шура она золотая для диска у меня уже ненавижу стружку убирать честно скажу не скрывая но еще место есть там сзади нормально надо и уже покачивать еще там намечается интересные проекты сделал эту разточил видели базу нарисовал где будет прилагание отверстия сделал на 14 болты нашел монанские будут стоять наверно их еще придется обварить чтобы ну как шпилька было ну посмотрим чтоб там потом они проще было монтаже но сейчас суть не в этом все вот так вот шайба моя с понижением я сделал чтобы выйти мне нужно максимально отойти от корпуса подшипника у меня там зазором маленький то есть 12 миллиметров была шайба ну там и равняли 11 да там получилось сейчас мы в танке в таком состоянии заварим чтобы ее меньше повело все и будет она у нас на болтах этот диаметр у нас меньше нашего шнека он будет выниматься назад все проблема решена ну много суеты вот это вот у меня на все заняла часа четыре наверно времени примерно найти чего обдумать разобрать вставить она невидимая работа я называю это невидимой работой она еще и найти чего как-то так все варим к супермаркет мой что-то оканчивается на большие размеры 12 и все такое на металлом бы выехать но там тоже как-то так ладно пилим шура варим пилим берем аппараты пилим капец пока все подогнал проточил сделал еще здесь на шнеке оттуда базу шок и сел чуть-чуть ушла шайба сюда не расстояние тут тут 6 миллиметров 2 по теории что можно и у его час схватить сваркой на половину диаметра да и зажать станок и головки срезать там наполовину чик все ну как-то так думаю что получилось хорошо один момент что разбирать собирать 777 раз просто 777 раз все с этой шайба я побежден чему и победили все она нас победила не сути вода больше грешает то есть все четко зазоры выставлены подшипники типа нормально теперь сейчас ситуация дальнейшая делать грамму но сейчас проще сейчас мы убираем все с фрезерой начинаем на фрезере и и собирать сведер нужен у меня нету 14 стало блин желательно 14 сюда посмотрите как она что будет но уже хоть решил с этой шайбой времени ушло то что я его 4 часа это не о чем еще тут фаски снимал протачивал замерять сложно чтобы как она сядет там сейчас еще их по обваривать опять снять проточить убрать чтоб зазора добавить то есть ну там вас двигает кто-то ну то есть миллион раз манипуляций плюс корпус сейчас покажу вам я отжегу печи карпусина она стыла хочу с такого металлолома приходится обвалил шайбу вот из этого должен у нас получится корпус вот сюда потом какие-то лапы уши ноги это все все же этот без чертежей голове стружки уже ну ничего не надо окончить потом уборкой вот так вот она и побудет типа как-то так да много работы и там писали сделай мне я пока этот еще не сделал но работы видите сами сколько можно сделать левой ногой там знаете как ну это без меня это тону делаешь нормально и что-то еще вылазит постоянно нужно это все испытать много работы материал дорогущий приходится мусор какой-то использовать а бывает сейчас от ее обвалил она потом только раз и нам раз аленая железяка и и все душевый как ну вроде бы это ничего я ее порезом ровнял резак так что я кто-то крутим все о пацаны проточил все уменьшил высоту сейчас это все разбирается и чуть-чуть убрал амниса короче как-то так все обварены болты я их миллиметра на три торца ну то гривен року 5 теперь есть зазора до корпуса тину все будет хорошо вот так вот оно получилось жесткость есть нормально ветка будет еще даже и болты наверно будут помогать выкидывать как-то так вот так вот получается все пацаны швеллер 12 выставил на фрезере 90 градусов чтоб как-то хоть зарезали так так и так так ровно из-за гильзы увидите будет стоять гильза сейчас нужно придать жесткость и веса бы временно запрессовал подшипник не двухрядный а однорядным чтобы но максимально выставить корпус ровно а потом мы его снимем и запрессуем уже двухрядный подшипник короче как-то так поняли да какая ситуация временно все выставил сюда а в середину еще еще совую швеллер десятый середку для жесткости из-за чего нашего шнек будет пихать грубо говоря на бог да давить усилия создавать чтобы не выгнула все это получается вот коробочкой делаю для жесткости цепляюсь за корпус обвариваю все и единственное что сузил размер грубо говоря на два сантиметра на сторону то есть листы листы выбросной надо будет урезать ну выбросной упорный хватит ему того места того чтобы сильно широко а мне еще сюда нож упорный делать съемный наверное то есть навалим листов так от нему на уже ресурсов короче как то так посмотрим что есть поэтому перед то есть вот такой листик зарезал на площадочку на работе масляночку сделать ну что-то надо короче будет рабыть ну а так шоу занимаемся очень мочим что там получается не быстро вся эта работа того что много времени выдумать придумать выставить хорошо что есть фрезерный светонок он на нем хоть плоскость тут какая-то единственное что оттуда вылазить не неудобно но это кажется издержки производства мы их решаем все пилим вот такое чудо получается ребята вот это мы сейчас его перевернули чуть-чуть шнек я давал там и миллиметров полтора два зазора и сейчас он в одном месте чуть-чуть укусил то что мне и надо чтобы размер не уходил резцы сюда повс вставлял сейчас саня режет сюда еще еще лист ты еще одни шок эту всю зацепить конструкцию сейчас мы все обварим уже проволока у меня окончилась в маленькой сварке сейчас буду большой дубасить она варит большая так что как то так вот такой процесс у нас идет здесь обварями наверно какое-то ребро надо будет сделать жесткости до этого листа она еще обварена все мы сейчас его как обварим я потом перевернул и буду слить уже отверстия и хорошо что на этом ошибки он так ну никуда особо не уводит подшипник держит мы это сынем и поставим двухрядный и все у нас будет чики бомбона да как то так будет все бенча бенча менча вот такая вот такой получается поставить паровоз страшно и еще здесь а самое основное делать полу радиус подача как на конус чтоб сходился в этот диаметр но еще тут еще секс от мы сегодня саней целый день собираем целый день вот как вот эти все работы считать одни как никто тебе за них не заплатит почему я особо ничего и и и не делаю любая выдумка ходит очень много времени переделок заделок и всего-всего как-то так пилим шура она золотая фух и на этом проволока уже окончилась вот такой сегодня рабочий день как-то так что-то получилось а очень хорошо что на подшипники на этом час она так все нас повело плотненько вращается зазоры не минимальным может быть где-то будет под дирать но это хорошо очень хорошо на самом деле осталось еще шок начать и кончить и обмыть сама обмыть это дело нелегкая теперь у нас будет задача завтра состоять сделать правильный заход бункера тут режу такие щетки режем градусы что есть это генератор было 27 вольт на метео разобрали а мне я забрал корпус используем корпусируем это тоже из какого-то мотора все что мы используем чуть-чуть диаметр этот у нас есть пресс разжали как нам надо будем вот эту байду пулить как-то сюда вот пацаны вниз как-то радиус еще не знаю как как-то будет все вот такая работа выполнена жесткость я думаю соответствующая снизу я закосынился не помню сымал или нет то есть и я и них там закосынил видите ушки сюда поставил туда для чего нужна жесткость ветка будет идти и диварса никуда и будет его хотеть выгнуть как шнек работает а так оно должно быть типа норм и корпус подшипник конус когда ветку тянет он уже и запихают хочет шнек вытянуть на себя правильно или нет правильно когда она пихает на нет конуса хочет вытянуть подшипники а все считают обычные шариковые нельзя этого делать она работает но я думаю что недолго либо соломую рубитель ну по поводу этого двигателя написали какой привод будет и бензиновый мотор скорее всего 8 лошадиных сил немец именно немецкий ему там цена 8 плюс тысяч гривен как бы хотелось бы его установить ну то есть именно немецкий не китайский никакой именно немца сюда и еще будет установленный редуктор один к 17 и потом уже шкивом я думаю оборотов надо где-то 200 примерно оборотов за минуту если у нас шахтам 8 до образно говорят это будет 16 метров за минуту и его типа работа приблизительно 16 метров это опять нужно все испытывать информации я я нигде не нашел все вот так вот снимают на пальцах объясняет ну для себя я так уже и бегал замерял 16 метров я и на пальцах и рулеткой и на заборе ну думаешь у 16 метров примерно это его пропускная способность все и думается борется отжиматься и чем-то за заниматься веселым или не очень все пацаны всем привет вот такая работа была выполнена ну и сегодня их и вчера мы там делали похода сегодня именно собрали раму снег уже висел за все сегодня и не видно а вот объем сук сурьезной дальше должно уже пойти веселее там или и короче особо уже ничего не осталось все всем привет мирного неба идем у нас что-то шумели сегодня где-то на мороз наверное все всем привет вас